Сегодня у нас в гостях Татьяна Черниговская. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Большое спасибо, что уделили нам время. Здравствуйте, я рада. Я думаю, что мы начнём сразу тогда. Вы говорите, что мир стал другим, новая цивилизация, новые скорости, за которыми человеку, скорее всего, и не успеть. Но при этом говорите, что вы не паникёр, но всё же опасности видите. Расскажите, пожалуйста, о каких опасностях вы говорите? Ну, прежде всего, я говорю о скоростях, которых никогда не было таких, понимаете? Скорости стали такими, которые меняют весь стиль жизни. Скорости не только перемещения в пространстве огромные, а скорости изменений огромные. Вот где я вижу, на самом деле, тревожную такую полосу. Ну, мы же все знаем, только вы привыкли к телефону такого-то вида, смотришь, проходит полгода, и он уже другой. Более того, меня, например, это страшно злит, потому что я не давал никому честное слово, что я всё время хочу переучиваться на другие системы. Я привыкла пальцем тыкать в какую-то там иконку на дисплее, я хочу в неё продолжать тыкать, потому что у меня есть гораздо более важные дела, на которые я согласна тратить свою умственную энергию. А тебе всё время подсовывают какие-то программы, которые другие. И это происходит, я повторяю, с такой скоростью, что, честно говоря, неизвестно, действительно ли мы можем успевать. Потому что, вот это, вы мне ещё не задавали этот вопрос, я не знаю, зададите ли, а как мы должны учить детей, например? Ведь вот дети, которые придут в школу, скажем, через пару лет, они уже родились в этот цифровой мир, правильно? Они в год, в полтора уже с планшетом, и они умеют с этим планшетом такое творить. Это одновременно хорошо и плохо, понимаете? Во-первых, из своего времени не выскочишь. Уже мы в этом веке живём, и точка. Мы не можем перешагнуть обратно в XVIII век, вот и жить в таком дворце, в котором мы сейчас находимся, и со скоростями этого времени. Это всё равно не выйдет. Поэтому досужие разговоры насчёт того, что пусть будет иначе, иначе не будет. Нам надо как-то приспособиться к этому миру и понять, как в нём жить, для того, чтобы не перестать быть людьми. Есть формулировка «учить учиться». Как вы можете её объяснить? Мне кажется, что в создавшейся ситуации, в том мире, в который мы попали, нужно действительно пересмотреть то, чему мы именно учим. Потому что мы не можем вместить, ну будем говорить, скажем, о школьной программе, просто для простоты, мы не можем вместить в неё всё, что каждый день открывают разные науки. А в каком месте мы должны остановиться? Это, кстати говоря, вот такой вопрос провокационный. Мы же не можем все эти знания вместить. Значит, мы должны резать, да? Монтажом заниматься. Кто возьмёт на себя эту ответственность? Кто будет резать? Поскольку всё-таки есть интернет, и интернет, хотя битком набит всякой дрянью, но он точно так же битком набит замечательными вещами, базами данных, словарями, бигдейта, музеи, библиотеки, гугл-мэп, там бог знает чего только нет. Поэтому учащиеся, как дети маленькие, так и студенты, они имеют возможность получить эти фактические знания и из других мест тоже. Встаёт тогда вопрос, а им зачем в школу ходить, им зачем в университет ходить? Такие вопросы ставят. Это очень страшные вопросы, и у меня ответ на них вот какой. Фактически, ну, факты, как бы знания вот такие, информацию можно получить и из интернета. Если, конечно, знаешь, откуда взять её, из правильных мест, не из Википедии. Вот. Но ничто не заменит учителя с большой буквы. Ничто не заменит мастера. Ничто не заменит личность, которая влияет на личность. Понимаете, я уверена, что никто из нас, ни из зрителей, ни из нас с вами, не хочет лечиться у врача, который онлайн-курсом, лёжа на диване, выучил какую-то анатомию или физиологию. Какие реформы в системе образования в нынешнем мире, в нашем веке информационных технологий, вы могли бы предложить и внедрить? Весь мир пытается понять, что делать в сложившейся ситуации. Как учить детей, которые уже к первому классу школы придут готовыми так, технически готовыми, как мы не выпускались из школы или даже из университета. Их надо по-другому учить. Мне кажется, что сейчас очень большая ответственность лежит на вузах, на высших учебных заведениях, которые готовят учителей. Им нужно готовить других учителей. А кто будет готовить? Где те учителя, которые будут готовить новых учителей? Здесь, понимаете, здесь получается так. Курица и яйцо. То есть это трудный, это очень трудный вопрос. Маленьких детей должны учить только звёзды. Это не должны быть недоученные в каком-то педагогическом техникуме девочки, которые дальше поступить никуда не могли. Потому что от них, вот от этих первых учителей, с которыми столкнётся ребёнок, от них зависит его жизнь. Он либо сразу возненавидит всё знание в целом и скажет, ну, протерплю сколько могу вообще лет, Но чтобы я к этому вернулся, чтобы я книжки стал читать, это вы даже не мечтайте. Нам же нужен такой учитель, который вдохновит их, который сделает так, что ребёнку почему-то интересно решать абстрактные задачи, в которых никакого смысла нет. Как бы, на первый взгляд, понимаете? Для этого это должны быть очень высоко образованные и очень хорошо воспитанные люди. Воспитанные не в том смысле, что они знают, в каком платье в класс входят, а в том смысле, что у них должна быть хорошая гуманитарная подготовка. Они должны понимать, что они делают. И они должны любить этих детей. Это подразумевает огромную перестройку педагогического образования. Это большая проблема во всём мире. Есть ещё одна проблема, с которой её не очень обсуждают публично, но она есть. Есть признаки того, что образование расслоится, что будет некое образование вообще для всех, и оно будет более или менее простое. Ну, более или менее, это я в кавычках говорю. И будут элитарные учебные заведения, как для высшего образования, так и школы. Собственно, это сейчас уже есть. Просто это расслоение более жёсткое будет. Где будут учить, я вас уверяю, будут учить древнегреческому, латыни, там будут учить, я не знаю, игре на клавесине. Спрашивается, зачем? А не зачем, это элита. Это элита. Они потом могут пойти, я не знаю, в технологический институт и стать изумительными инженерами или конструкторами. Вот я вижу такую опасность, и опасность-таки здесь есть, потому что психологически, как это будет восприниматься, это же расслоение социальное. Это серьёзная проблема. Мир запредельно сложный. Им же кто-то должен управлять. Кто эти люди, которые управляют? Они подготовлены? Они знают, как принимать решения? Мы в очень опасном мире. Искусственный интеллект, не будем называть его искусственный интеллект, автоматические системы, которые обрабатывают бигдейта, большие данные, они будут делать выводы, потому что у них все данные есть. И это правильно, но это не последнее слово. Всё равно последнее слово будет за человеком. Понимаете, вот эти, все эти огромные системы, они всё обработают и дадут вам картинку. Ну, картинку в кавычках, естественно. Схемы, цифры, из которых следует. Вывод вот какой. На кнопочку пора нажать. На страшную, на эту кнопочку пора нажать. Но это система считает так.